Готик 3 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 Тогда давай не будем терять времени. Да я уже теряю время, полчаса записал и всё... Не записалось. Ладно, давайте побыстрому. Хорошо, в чём конкретно заключается работа шпиона? Последнее время в Монтерии на крестных фермах всё чаще происходят странные вещи. Пропадают товары, исчезают рабы, совершается нападение на фермеров и разные другие безобразия. Всё это сильно попахивает повстанцами и изменой. Ты должен выяснить, на кого из моих людей я могу положиться, а на кого нет. В награду ты получишь золото и уважение, и сможешь учиться у меня боевым искусствам. Я пока подожду в своей хижине у западного входа в город. Как мне проверить лояльность твоих людей? Не знаю. Беседуй с ними, работай за них, подружись с ними. Уж как ты это устроишь? Мне не важно, главное выполни. Я погляжу, что можно сделать. Ты что-нибудь знаешь о Ксардосе? Да, он остановил войну и добился перемирия. И запрет рунной магии это была хорошая мысль. Он умный человек. Я рад, что он не входит в число моих врагов. Где мне найти Ксардоса? Я не знаю, где мог обосноваться маг. Говорят, что о его настоящее место пребывания знают только шаманы-орков. Насколько мне известно, в Гельдерне и Сильдене находятся некоторые из наиболее важных шаманов. Но больше я, конечно, ничего не знаю. Я только человек. Я бы предпочел кусок... Похоже, ты любишь Ксардоса. Любишь? Слишком громко сказано. Для этого я слишком мало знаю о темном маге. Но мне нравится мысль о том, чтобы прекратить, наконец, вечную распри между орками и людьми. Видимо, Ксардос является ключом к этому. Он замышляет с орками что-то крупное. Это меня не успокаивает. Что бы о нем ни говорили, он, как и мы, всего лишь человек. Насчет наемников. Один из твоих ребят отлынивает от работы. Дай-ка угадаю, кто. Опять Трану, верно? С меня хватит. Иди скажи ему, что я урежу его жалование. Так, ну вот у нас и левел. Сейчас мы заодно возьмем задание тут у одного человечка. Кстати, я его в прошлый раз обокрал. Побил, а потом, когда он очнулся, наложил на него заклинание. Это как его забвение, что ли. Да, и он все забыл и дал мне задание. Приветствую тебя, чужеземец. Почему ты пришел ко мне? Ну, у него особо тут ничего нет, так что не стоит этого делать. Мое имя Собота. У меня почетное задание следить за дальнейшим существованием рабов в этом городе. Тебе нужна помощь? Помощь всегда необходима таким, как я, в этом городе. Как правило, здесь все хорошие войны – это комнатные собачки Марика. Ни у кого не хватает мужества работать на себя. Как у тебя с этим, чужеземец? Что тебе нужно? Несмотря на мое пристальное наблюдение, два раба от меня все-таки улизнули. Я бы очень хотел вернуть их обратно. Я полагаю, что для такого сильного воина, как ты, это будет нетрудно. Марик тебе явно не друг. Нет, не совсем. Но пока наемники превосходят нас в числе, лучше идти на уступки, или будешь мертв. Тебе нужен человек с боевой мощью, чтобы вернуть одного чахлого раба? Ну, да. Случай-то не совсем простой. Марик увел у меня раба прямо из-под носа и продал его одному из своих людей. Я знал, что тут какая-то загвоздка. Парня, которому сейчас принадлежит мой раб, зовут Дэн. Он гладиатор на арене. Понимаю. Расскажи мне о своих сбежавших рабах. Один из моих рабов работает на орка-кузнеца Торыка. Марик назначил его к толстому орку уборщиком. Он моя собственность. Я хочу его вернуть. Так. Теперь делаем так. Еще возьмем сейчас одно задание. Идсо. По-моему, где-то здесь оно было. Но сейчас я чисто выполняю то, что выполнял, так что определенно знаю как. И побыстрее, чтобы это все сделать. Куда быстрее бежать. Что ты тут делаешь? Я слежу за рабами. Но скажу тебе, что в таких поганых условиях это не доставляет никакого удовольствия. Постоянно что-нибудь происходит. Проблемы со снабжением, рабы убегают. И все такое. Черт побери. Я просто хочу отдохнуть. Что ты думаешь о Марике? Ну, даже не знаю. У меня с ним и дел-то особых не было. Я думаю, он выполняет свою работу достаточно хорошо. Тебе нужна помощь? Для меня все эти тощие фигуры абсолютно одинаковые. Я их уже не различаю. Ты должен хорошенько посмотреть на парня и сказать мне, кого нужно заменить. Заменить? Что ты имеешь ввиду? Мы же не можем заставить бедных псов копаться в храме постоянно. Им тоже нужен отдых. Поэтому каждую неделю мы с фермами меняемся рабами. Там работа немного легче и парни снова набираются сил. Давай я найду тебе раба. Хорошо, только не затягивай с этим. Так, ну что, пойдем найдем раба. Там есть один такой хороший раб, который может нам за то, что мы ему поможем, дать нам огненный кубок. Я думаю, это выгодно. И поэтому... Ну, тут есть два раба. Один ничего нам не может дать, а вот этот... Вот этот может, вот этот не может. Не знаю, если мы освободим этого, как потом получить огненный кубок. Поэтому мы вот этого пошлем. Боже мой, я себе уже всю задницу смозолил. Надеюсь, смена скоро придет. Как насчет маленького перерыва? О, если ты вытащишь меня отсюда, я отдам тебе все, что мне не умеет. Ну ладно, а что у тебя есть? Я нашел здесь этот артефакт. Этот необычный потир. Я отдам его тебе. Хм, говоришь, нашел кубок? Огненный кубок. Откуда я знаю? Мы в этих штуках не разбираемся, пиятель. Ты можешь отдохнуть. Иди на скотный двор. Спасибо, друг. Я уже пошел. Минуточку, ты кое-что забыл. Ах, да. Вот тебе кубок, который я нашел. Удачного дня, дружище. Кстати, говорят, что... Это я вычитал, что если, например, у кого-то побить, у кого есть кубок, можно забрать кубок. И потом сдать квест, и дают еще один кубок. То есть два кубка с одного человека. Ладно, сдадим квест. Я позаботился о рабах. Вижу. Я бы сделал это по-другому, хотя... Нам срочно нужны новые работники в лагерь. Иди на скотный двор в пригороде. И скажи Деннису, чтобы он послал мне новых людей. Деннис, как мне кажется, это, возможно, тот наемник, который нас и послал сюда, в город. Три дня давал. Может быть и нет, но... Кто знает. Ладно, сейчас мы еще скажем тому, что... Ему урезали жалования. Он очень обрадуется, наверное. Я как-то не заметил в прошлый раз, когда... Проходил это, обрадовался он или нет. Но в любом случае. Получил хотя бы опыта. Я знал, что ты заложишь в меня мешок с дерьмов. Я это запомню. А какая разница, что ты запомнишь? Так, кстати, там пещера какая-то похожа. Я не знаю, был я в ней, нет? Это вообще пещера или... Да, пещера, был. Там же волки. Кстати, значит, кому-то нужно все же сдать этот квест про волков. Так до сих пор и не сдал. Даже, когда записывал часть, не сдавал. Так что... Теперь бежим... К... Кузнецу. Ну, чтобы вернуть раба. Квас тоже достат... Нет, еще надо кое-что сделать. Вот этому денег дать. Чем я могу тебе помочь? Свежая вода, новые инструменты, факелы? Если у тебя есть золото, ты можешь получить здесь все, чужеземец. Покажи-ка, что у тебя есть. Ну, конечно. Скажи, что тебе нужно? У него, по-моему, были отмычки. Так что я их хочу заполучить. Дадим ему за это... Не знаю, арбалет. Конечно, ему придется немножко доплатить нам. Ну, и хорошо. Так, теперь... Сбегаем... Вот... Сюда, по-моему. Сейчас будет долгий разговор сначала с трактирщиком. Дай мне что-нибудь выпить. Нет проблем. А кроме Шнапса у тебя еще что-нибудь есть? Смотря, что тебе нужно. И любая информация стоит пять золотых. Впрочем, можем и поторговаться. Ну, так что? Ну, мышка говна кусок, что ж она. Надо батарейку заменить уже быстрее. Монтера город торговый. И не мудрено, что его захватили орки. Но орки держатся большей частью внутри крепости. В наружных районах Монтеры хозяйничают орочи и наемники. Это торговая часть города. Но многого от нее не жди. С тех пор, как орки окружили рвом весь город, лишь очень немногие купцы забредают в Монтеру. А как ты уживаешься с наемниками? Да ничего жить можно. Марик, командир наемничьих войск. Если ребята начинают бедокурить, Марик дает им по рукам. А кто в этом городе возглавляет орков? Его зовут Варик. Я его до сих пор сам никогда не видел. Он еще ни разу не выходил из внутреннего двора. Где здесь можно что-нибудь раздобыть? Такому бойцу, как ты, стоит пойти в наемники. Наверное, это для тебя лучше всего. Да и денег платят много. Настоящие хозяева города? Конечно же, орки. Кроме того, орки в крепости будут к тебе нормально относиться. Расскажи мне подробнее о раскопках. Повсюду, где еще сохранились руины древнего города, орки выковыривают из-под земли все, что только могут найти. Пес их знает, что они там ищут. И я слыхал, что такие раскопки ведутся в каждом городе. Покажи мне свой товар. Так, тоже отмычки. Да и в целом можно, наверное, продать оружие, потому что у него золота много. Оставшиеся от бандитов. Зачем нам оно все равно? Тут тени есть уже. Так, посох пусть будет. Так, ну и вот вроде хорошо. Три семьсот восемьдесят. А, да, еще щиты. Баланс и сделка. Неплохо. Теперь поговорим еще тут с одним, вот с этим чуваком. Ты тоже пришел поиздеваться надо мной. Что тебя гложет? Смотри-ка, ты еще ничего не слышал о постигшем меня счастье? Я пришел из пустыни и обощался своим караваном всю страну. Проклятые пси повстанцев напали на меня возле города и все отобрали. Что у тебя было с собой? Ценности, редкости, дорогие вещи, артефакты и украшения. Какое горе! Если бы у меня была хотя бы моя старая золотая шкатулка. Она была мне очень дорога. Где именно произошло нападение? Если ты поедешь через западные ворота Монтеры в сторону Трелиса, то увидишь там мои пожитки. Если только повстанцы не разграбили все. Расскажи мне о своих артефактах поподробнее. Я знаю, что ищут орки. Почему они перели всю страну в надежде найти это? Священные артефакты древнего народа, мой бледнолицый друг. Я клянусь тебе, что держал один из них в своих руках. Но теперь он далеко и не досягаем. Навсегда. Что ты знаешь о священных артефактах? Ты спрашиваешь, что я знаю, кроме того, что орки ищут их ворота? Как бешеные. На открытом рынке им просто цены нет. А одного этого уже достаточно. Как священный артефакт попал в твои руки? Позволь мне сформулировать это так, мой бледнолицый друг. Пока другие в поте лица искали и гибли в песках пустыни, я воспользовался своей головой. Или если говорить простым языком, я был быстрее других. У кого священный артефакт сейчас? Ты меня совсем не слушаешь? На меня напали повстанцы. Если кто их знает, то только эти чертовы подданные короля. Так, окей. А теперь мы все же доберемся, надеюсь, до кузнеца. А, ну еще, наверное, можно с этим поговорить. Нету смысла, но можно. Что ты тут делаешь? Вот, решил передохнуть в этой хижине. Ей все равно никто уже не пользуется. Но думаю, я лучше пойду работать. Пойди работать. С этим я говорил. А, у него есть два задания, точно. Ты здесь, кладовщик. Глупый вопрос. Ты же сам видишь. Работа не сахар, скажу я тебе. Когда все идет хорошо, ни одна свинья не поинтересуется, что я делал целый день. Ммм. Но горе, если чего-то нет. Они все просто с ума сходят. Ты тоже продаешь свои товары? Конечно. Только спроси. Тебе еще что-нибудь не хватает? Мне нужно 15 мешков пшеницы северно-зерновой фермы. И очень срочно. Как ты думаешь, что тут будет, если они не получат свой хлеб? Тебе еще что-нибудь нужно? Ты не поверишь. Но мне нужно 5 бочонков молока с западной фермы. В самом деле. Да. Я же говорил тебе, что работа не сахар. Еще какие-нибудь пожелания? Думаю, что это пока все. Что мне нужно из товаров. Ах ты меня успокоил. Что ты думаешь о своем предводителе Марике? Ммм. Марик. Любитель орков. Когда шла война, он уже... Работал с ними. Такой подхалим. Готов пятки лизать вареку предводителю орков. Его способности руководить оставляет желать лучшего. Здесь каждый занят своим делом. У всех рыльцев пуху. Я не очень люблю Марика. Самодовольная задница. Покажи мне свой таван. Опять отмычечки. Так, тянись. Спасибо. Просто сделаем баланс и сделку. О, у нас 11 тысяч золота. Точно, точно. Полезные ресурсы. Для всяких заданий, наверное. Потому что на броню все равно не хватает нормально. Вот он, Торик. Если хочешь купить у меня оружие, или научиться ковать, придется заплатить за это воро. Ну, 500, 500. Вот, Соло, а теперь ты будешь говорить со мной? Говори, что тебе нужно. Покажи мне свой таван. Ох, и сейчас мы тоже потеряем у него много денег на том, что будем забирать раба. Но в целом это не страшно. Теперь ты опять работаешь на саботу? Тоже хорошо. Давай, давай! Хорошо! Я вот когда первый раз проходил, так и думал, что сейчас что-то произойдет, когда я его буду выводить. Но сейчас что-то произойдет. Стоять! Как ты смеешь просто взять и увезти моего раба? Я заплачу тебя за услугу. Заплатишь? Сначала ты заплатишь мне за свою наглость, что хотела воровать меня. Ты дашь мне тысячу золотых, и мы забудем об этом. И, конечно же, мы дадим им без проблем. Хорошо. А теперь ты дашь мне сто монет за раба. И сто монет за раба. Ну ладно, вот тебе и еще сто золотых. Порядок. Теперь можешь идти. Ну и замечательно. Хорошо же, когда есть деньги, чтобы решать проблемы. Даже не надо доставать оружие. Портить какую-нибудь репутацию в городе. Лучше пусть все будут думать, что мы хорошо выполняем свою работу. И не творим при этом всяких плохих вещей. Мне надо подумать. У тебя много свободного времени? Оставь меня, походу. Ну где этот мудак? И мы возвращаем тысячу золотых. Конечно, пришлось за раба заплатить сто, но... Какие уж это деньги. Хотя, с другой стороны, мы могли бы поднять свой капитал в два раза. То есть, там тысячу не платить, и тут тысячу дали бы. Но... Я не знаю как, и мне не особо хочется думать даже как. Тут, по-моему, никого не было. Я сейчас просто пробегусь... Нет, вот сюда я не ходил. Кстати, тут уже арена. Надо драться. Думал, начну это делать в следующей части, но... В следующей части, оказалось, я делаю то же самое, что делал в прошлой. Но, тем не менее, вроде мы все выполнили. А время у нас еще есть. Так что... Не знаю, может быть я кого-то, конечно, пропустил. Поэтому сейчас тут бегаю, осматриваю все. Но вроде нет, все. Я, похоже, сделал все. И в очень кратчайшие сроки даже. Ну, конечно, у нас... Так, 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 так. Ну, наверное, можно рассказать ему все. Этого я не делал. А как поживает талачуга возле твоего дома? Та старая дощата хибара? Если хочешь, можешь ей воспользоваться. Там уже давно никто не живет. Насчет наемников. Трана взялся за работу. Так будет лучше для него. Вот твоя награда. Пятьсот опыта, хорошо. Сандфорд не слишком тебя уважает. Он так сказал? Да, абсолютно внятно. Ну что ж, пока он делает свою работу, мне наплевать, что он обо мне думает. Эта ленивая свинья все еще должна мне денег за свою ферму. Скажи ему, чтобы отдал тебе золото, а не то я ему голову оторву. Ясно? Ну, хорошо, что мы нажали все же на это. Окей. Окей. Что мы еще можем тут сделать? По идее, ничего. Можно, конечно, вернуться в ту деревушку и выполнить там пару заданий. А потом уже выполнять задания на арене. И, знаете, пожалуй... Да, я побегу. Это оставшееся время туда. Постараюсь это сделать. Заодно, по-моему, там можно и купить эту пшеницу или что-то. То есть это там было, по-моему, север и запад. Или... Ну, что-то типа того. Я не знаю, где тут на карте север и запад. Поэтому у меня есть проблемы с этим. И я не знаю, куда компас. Вот это, наверное, север. Тогда запад там. Может быть и нет. А, ладно, в любом случае, побегу. Туда, куда мне нужно. Заодно травки пособираю. Какие увижу. Потому что врагов-то тут, по-моему, уже не должно быть. Можем спокойно передвигаться. А можно, кстати, даже попасть в город потом. По другой дороге, которая длиннее. Но там нету бандитов. И посмотреть, что нас там ждет. В целом, это было бы, наверное, неплохо. Тогда можно было бы сразу и посмотреть. Что мы пропустили. Но, конечно... До арены мы тогда еще не скоро доберемся. Хотя, может и доберемся. Ладно, посмотрим, как будет желание. О! Пропущенный. Но лучше быть пропущенным. Но плохо быть мертвым. Мы уже почти пришли. Смотрите, как быстро. Когда нигде не задерживаешься. Тут такие пещеры. То есть... Кстати, надо телепортнуться в город. Блин, если я телепортнусь в город, мне придется все это бежать. Я этого не хочу делать. Бандитский навык прокачать, но... У нас нету телепорта в тот город еще, так что... Так... Я был у предводителя наемников в Монтере. Ну вот. Давно пора было. Сейчас у тебя проблемы будут. Он все еще в ожидании арендной платы за эту ферму. Ты должен немедленно отдать золото мне, иначе он приедет сюда сам и оторвет тебе башку. Хорошо, хорошо. Вот оно. Без обид. Договорились? Ладно, ладно. Ладно, ладно. Что у тебя есть? Как обычно, у всех торговцев есть примерно по два зелья лечения. Что на самом деле неплохо, если бы я их все покупал бы. То у меня было бы меньше денег, но... Больше поушенов. Похоже, это не та ферма, где мне нужно найти рабов. Но в любом случае, мы выполнили здесь задание. Что ж, пойду. Прогуляюсь по той дорожке. А ты что тут делаешь? И, наверное... Блин, тут тоже можно на кого-то наткнуться, на самом деле. Ладно, попробуем. О, как... как... как страшно. Ты уже запалил меня? Ну, давай, давай. Вспомню, как тут драться... Ой, нет, не вспомню. Еще там что-то машет, думает. Быстрее меня умеет это делать. Быстрее меня никто не машет мечом. И руками тоже. Я полагаю, что если дорога безопаснее... То тут не должно быть волков. Но если тут есть волки, то это автоматически небезопасно. Особенно штук восемь. Но бонус готики всегда можно нажать кнопочку. В настройках на уровень сложности легко и играть, но... Чё-то не хочется этого делать, так что... Будем стараться убивать шершни издалека. Шныгов, как получится. Асфалтками ХЗ. Надо проверить. У нас не имеется уже какого-нибудь, может... Лука получше. Кстати, если мы не можем продать меч Венцелев торговцам, это может значить только одно. Это какое-то, возможно, квестовое задание. Но может быть и нет. Так. Нет, лучше у нас нету. Да это требуется ловкости 100. У нас 103. То есть даже если мы найдем лучше, то... Вряд ли мы сможем это носить. Но, кстати, время прошло. Давайте еще немножко пробежимся. Или до первой смерти, или до того момента... Как этот шершень... Впустит в нас свой яд. Но он не впустил в нас свой яд. Хоть, может быть, от наемников можно найти будет. В любом случае, это крайне интересно. Вон там что-то уже... Говнюк. Куда ты бежишь? За рублю. И мы получаем... Два куска мяса. Ух-ух-ух. Хорошо. Там явно какое-то здание. Ну, врагов-то нету. Хотя вот там... Нет, там не пищу. Вепрь. По-моему, там два вепря. Может, мне, конечно, кажется, но... Я засейвюсь, попробую их убить. Если два, то это будет сложнее, конечно. Если один, то... Приступаем. Ты уже как ёжик, умирай! Ну, обедняжка. Почему их всех трясёт после смерти? Даже меня трясёт после смерти. Это рефлект жилейки. А, кстати, тут и правда есть пещера. Ну, не пещера, но-то какое-то... Маленькая пещерка. Что-то вроде... Хибарки разнесённой. Хибарка из... Подручных средств. Странник, странник, странник... Странник. Когда будешь разговаривать с Порганом, будь вежлив. Иначе будешь иметь дело со мной. Кто ты? Я странник, учитель боевых искусств. Моё имя Аракас. Я телохранитель друида Поргана. В общем, сперва думай, а потом действуй. Понял? Что это за место? Это место опустошения и отчаяния. Эта долина была когда-то огромной деревней странников из Мертаны. Люди приходили сюда отовсюду и восстанавливались в целительных руках нашего друида Поргана. Что здесь произошло? Орки разрушили нашу деревню и украли всё, что нашли. Я один из немногих, кто выжил после этой резни. Пусть будут прокляты все, кто посягает на растения и на существа, созданные Аданосом. Вы ведёте войну против орков? Мы странники миролюбивый народ. Мы поставили свои задачи служить друидам и охранять им. Эти подлые орки пришли к нам с мечом войны. И теперь мы возвращаем то, что принадлежит нам. Не больше и не меньше. Ясно. А где сейчас те орки, что сотворили с вами это? Они отступили в большие города Мертаны, недоступные для нас. Всё, что от них здесь осталось, это маленький патруль на севере, который следит за нами. Ты можешь обучить меня боевым искусством? Нет, до тех пор, пока я не узнаю тебя получше, чужеземец. Я же не знаю, вдруг ты решишь направить свои новые знания против меня. Давай зададим патрулю взбочку. Нет, ничего более желанного для меня. Но я не знаю, достаточно ли у нас для этого сил. Мы уже занялись этим. Всё в порядке. Кажется, ты знаешь, о чём говоришь. Я готов. Следуй за мной. За Поргана! Так, у нас внезапный квест. Давайте продолжим в следующей части. Но пока закончим. Просто если вдруг часть не записалась, я очень расстроюсь. И третий раз записывать это будет очень жестоко. Так что если она будет хотя бы покороче, мне придётся её переписывать. Может, я не сойду с ума. Так что всем удачи, пока, увидимся в следующей. Субтитры сделал DimaTorzok